а здрасте всем друзья привет уреньки продолжаем играть в ферму и в общем то что у нас происходит да как обычно начинаем именно с этого значит поля наши еще не созрели только вот тут маленькая пупуська еще взошла у нас тут растет кофе вырастет он не скоро а вот эти два поля когда они взойдут надо будет еще и удобрить но это друзья ладно не самое интересное что у нас на базе еще есть сады теплицы тут у нас в принципе все хорошо теплицы растут сады растут все растет этим друзья и занимаюсь за кадром вам это уже все не интересно у коровок у наших тоже наверное все хорошо да тоже все хорошо еда у них еще есть автоматически тут все чистится вода солома поступает так что тоже все прекрасно на топливном заводе топливо у нас есть но еще не забито ингредиенты все есть все прекрасно фермерский рынок тоже потихонечку у нас работает тут все продается тюки продаются вроде не сильно быстро это все уходит сейчас у нас на часах 14 48 и мы в общем то можем посмотреть что доходы от недвижимости на сегодня уже 478 тысяч прошлый день 649 был там вроде как именно в прошлый день у нас мы середины дня закидывали там тюки морковку и так далее все вот это вот поэтому пока что точных данных у нас нету в общем то тут работает потом потом эти данные появится можно будет что-то оценить также у нас тут ману он ездит что-то возит гравей он везет на цементный завод у нас тут еще потихонечку идет стройка моста это уже последний мост будет также надо здесь у нас почти все позабивалось надо будет заводы все вот эти вот разгрузить но опять таки разгружать некуда склад забит но это ладно это не проблема вот друзья наш медный завод он уже почти построен 88 процентов я сюда довез нужное стекло по поводу стекла кстати говоря корнинг завода корнинг а тут у нас закончилось электричество вот эти вот четыре поддона которые я сюда привез то есть по 30 кубов каждый то есть я привез сюда 120 кубов электричества это довольно много закончились просто моментально стекла сделала здесь я 4 куба отсюда забрал и еще вот 26 кубов но то есть по факту это но вообще ни о чем песка угля потратилось соответственно немного я это к чему говорю друзья нужна электростанция надо будет ее покупать и запускать потому что на вот этих вот батарейках мне кажется можно будет разориться а так вот значится завод почти построен мы его с вами наверное сегодня запустим скорее всего он сегодня построится но я тут подумал что друзья нужен нам склад стройматериалов обязательно точнее не стройматериалов а вот этот вот склад металл плюс где можно будет хранить объекты отсюда листы всякие стекло с пмс деталюшки всякие так далее поэтому друзья наша задача его сегодня построить для начала нужно друзья выбрать место завод падла на самом деле большой так у нас тут эти ребятушки приехали за цементом давайте-ка их отправим этот самый цемент отвести и пойдем развлекаться 1 поехал и 2 тоже отправляем нажимать на кнопочку и они уезжают сразу же еще выгрузим тогда им арматуру чтобы следующий раз просто приехать кнопочку нажать точнее телепортнуться сюда когда они приедут кнопочку нажать и они поедут дальше так вот друзья завод точнее склад на самом деле место выбирать нужно а бы она понравилась и место было потому что если мы ставили склад для сталелитейного и цементного завода рядом с этими заводами это имело смысл чтобы далеко не ездить также друзья для садов и теплиц имела смысл поставить этот самый склад рядом с садами и теплицами здесь же у нас продукция на склад будет поступать из нескольких предприятий которые стоят на карте вшитой в карту скажем так и они разбросаны по всей карте то есть из пмс с мусора перерабатывающую туда и с алкоя металл у нас туда пойдет короче со всего поэтому друзья я выбрал интересное место опять-таки рядом с алкоя металом получается что у нас кстати с едой здесь давненько я сюда не заглядывал тут у нас закончилась основа для корма тут тоже что-то закончилось козы не делаются утки не делаются куры уже не делаются моносмесь почему моносмесь не делается сено закончилось производство сена работает хорошо сейчас исправим это все дело от тебя мой дружище отправим едь катайся вози сено хотите этом два раз всего на съездить но ладно так вот друзья какое место я выбрал у меня есть идея взять снести вот эти вот три здания отсюда у нас это территория уже куплено она досталась нам вместе с электростанцией и поставить на это место склад вот это здание которое посередине она в теории тоже должно взрываться но это не точно вот эти кирпичные вроде как мы прям сто процентов должны взрываться поэтому предлагаю собственно попробовать это сделать пойти дальше развлекаться с динамитом поэтому давайте возьмем динамит нам его конечно столько здесь не понадобится но выгружать его тоже так себе идея поэтому поехали туда будем развлекаться на самом деле если вот это центральное здание нельзя будет взорвать будет немножко обидно потому что место реально прям хорошие эти машину припаркуем вот здесь я надеюсь никому она здесь мешать не будет и пойдем искать место куда этот самый динамит нужно поставить здесь триггер не подсвечен но куда-то можно поставить динамит и он бабах нет но это не точно вот под дверь под дверь он залетел и сейчас она жахнет разумеется тут не будет никакой супер классной анимации бабах значит что мы отсюда получаем мы получаем ресурсы тут есть доски это я закрываю же бы блок стальная балка лежит да а тут кстати еще стекло появляется да вот нашел стекло довольно крепко его можно кинуть с ним ничего не будет и друзья тут у нас еще известняк насколько я понимаю песок гравий принципе эти ресурсы нам не нужны поэтому мы их наверное продадим другой вопрос как их отсюда нормально такой вести было чтобы потому что эти доски например не сказал бы что прямо удобно чем-то возить они тут немножко не стандартные не стандартные поддон ну ладно с этим еще с разберемся давайте тогда взорвем два остальных вот этих здания так понимаю тоже надо найти какую-то дверь тут центральная казалось ну ладно самое главное что это одна из последних которых я подошел блин ну ладно ничего страшно и 3 тоже сейчас пойдем вроде как вот этот прицеп кстати умеет возить вот эти балки все кирпичи и так далее бабах еще минус здание я тут пока брожу ищу и не могу найти о тут почти сразу нашел так вот друзья надо увести во первых весь этот мусор отсюда но и в первую очередь давайте на разомен с займемся сыпучим всем дерьмом во первых вот этого товарища мы отправляем на базу надо привести сюда трактор с фрезой и большие грузовики тогда и наверное даже все большие грузовики которые у нас есть потому что здесь даже ресурсы разные и последняя тоже бабахнула хорошо отправлять их будем тогда на электростанцию дюки электростанции чтоб они доехали в принципе так то и платформу можно будет туда подогнать посмотреть потыкать может быть куда-нибудь на какой-нибудь режим это все будет дело залетать ну ладно сначала давайте сыпучим потому что во первых то может быть в этом сыпучем что-нибудь закопано это кстати нашел папочку factories там есть planters build насколько я понимаю на постройку арахисового завода . отправим туда этого грузовика тоже туда отправим и трактор обязательно можно даже без прицепного она пускай я с прицепом но главное конечно же фреза ты друг тоже есть туда 8 минут ему туда ехать снова на подождем что у нас друзья на складе песка миллион гравия миллион то есть еще много чего влезет сюда насколько я поднимаю там известняк известняка кстати уже дохрена или там карбонат кальция какой-нибудь хрен его знает но этого всего довольно много можно будет поехать продать разберемся или вообще все поехать продать деньги так-то нужны пикап прибыл на базу давайте тогда разгрузим весь динамитик вот сюда вот так он бздынь пускай лежит смотрите у нас тут есть эксплозив с камни какие-то сингл блоки или батареи глаз щит это листы стекла то есть теории то что там лежит сталь и все политики разная мусор то есть но в теории что-то должно сюда влезть давайте попробуем может быть что-нибудь даже и вывезем с помощью вот этой штуки хотя с другой стороны там стройматериалы такие которые может быть и пригодились бы типа стекла того же самого ладно в общем то давай тоже тогда друг едь туда же к остальным всем ребятам на тут даже камни есть он ладно сперва друзья здесь надо все пропылесосить так стой ты куда поехал не надо туда ехать давай это самое давай вот здесь вот стой крышку открой и стой да попробуем его загрузить песком песка здесь я так понимаю больше всего дать вот этого товарища перехватим он у нас будет гравий тогда возить наверное имеет смысл друзья сначала в один прицеп собрать весь песок потому что потом заколебаемся я имею дупрозы пораскидывает в разные прицепы будет некрасиво так и gc бишка давайте тоже перехватим открываем трубу и поехали тогда собирать песочек так и вот этот прицеп мы тогда тоже друзья отстегнем чё нам его заполнять просто так наша задача просто с фрезой работать увидел увидел этот прицеп замечательно и даже пошел его засыпать это меня конечно несказанно радует далековато я стал давайте-ка друзья немножко поближе подъедем хотя тут опять-таки он всякие кирпичи какие-то лежат во он его видит и тогда собираем песок но чё-то от гравия собрала но пошел опять песочек пришлось немножко почетерить и опять попался гравий у меня друзья супер мощная фреза так мешает проехать но ничего страшного и но если я подгоню сюда сейчас гравий то он потом начнет песок собирать туда а мне это как бы не надо давайте чтобы до песка он не дотягивал поставим прицеп от сюда так пускай она переопределит найдет прицеп другой нашел блин как же неудобно здесь ездить так продолжаем собирать это песочек он опять гравий подхватил это прямо из левой кучи даже ладно немножко подсоберем гравия самую малость песок попался гипс это у нас друзья гипс там у нас там лежит куча гипса еще я думаю что все это дело залезет у нас вот в эту штуку поэтому погнали его тоже припаркуем для сбора гипса там может быть даже гипсовой кучи вот сюда стой здесь здесь моя фреза не очень хорошо себя показывает тихо не надо черт я не так хотел ну ладно продолжаем гравий я я так и понял вот проезжая мимо что он там высыпи сейчас туда ну ладно уже что поделать слишком большая зона захвата у фрезы приходится так вот ездить и разгружать непонятно что непонятно куда так песок здесь весь тридцать девять процентов черта он может и не влезть то есть смысле может не влезть он не влезет сюда весь это ладно ничего страшного так сразу мы с этими ребятами разобрались оранжевый нам пока что не нужен то есть нужен конечно но не то чтобы прям сильно давайте вы моего от греха подальше в сторону куда-нибудь это двинем и поехали собирать все остальное но как-то так одно получается разобрали так ну что ж давайте тогда перегоним вот этого товарища тоже к следующим кучкам надо боюсь сюда конечно все не влезет ну ладно два раза съездят тоже не проблема начнем тогда с гипса здесь фреза да конечно крутая но не сегодня все эти меня бесишь а прицеп забился да ладно у нас есть еще один черт как не некрасиво получилось где же тебя блин поставить то ну давай вот сюда пойдет нашел нашел молодец гравий тоже пылесосим и мусора раскидана и он даже мешает песок у нас попал хорошо с другой стороны загружаем песок с песком должно быть побыстрее надеюсь это понимаю песок тоже у нас весь не влезет опять попал гравий в черт бесит так-то гравий у нас сюда было бы неплохо чтобы он эту кучку сейчас тоже сразу взял именно вот эту кучку он ее взял хорошо дальше у нас гипс начал вот же шприцеп о красава увидел и песок попал просто у фрезы гигантский захват я думаю вы понимаете зачем но в данном случае это конечно очень плохая идея так гравийного чела надо пододвинуть поближе к гравию вот сюда вот ну давай высыпай гравий и пылесось гравий понятно дошло до гипса ладно я тут более-менее вроде как приловчился и довольно быстро это все получается сделать все гипс весь остался гравий песок чем мы быстро сюда делаем но получается на оставшиеся у нас места здесь не хватит да все эти кучки друзья полностью высыпаны но получается тут 80 процентов разумеется остальное все не влезет тут у нас тоже почти все загружено а кстати надо что-то этих ребят отправить давайте ребятушки едьте им еще одна поездка предстоит потом последняя не час арматуру повезли потом еще стальные балки им надо будет отвести и все на их даже сразу же выгрузим и все остается только их еще раз запустить так вот возвращаемся сюда здесь у нас стоят все загруженные наши ребятушки поэтому давайте их отправим на самом деле я бы отправил их всех продать то что у нас здесь есть дефицита в этих стройматериалах нету что-то влезет что-то не влезет деньги нам нужны или на базу все-таки отвести ладно давайте на базу так уж и быть элеватор карьер выгрузка вроде бы куда-то поехал надеюсь доедет тебе тоже ставим тогда элеватор карьер выгрузка давай едь нашел нашел молодец и последнего тоже тогда ставим элеватор карьер выгрузка на потом они соответственно вернуться сюда и все будет нормально раз уж пошла такая пьянка раз они поехали давайте посмотрим что мы можем загрузить с помощью этого пикапа есть у меня подозрение что вот эти вот штучки можно будет отсюда вывести стил это же сталь может стальная балка а ну-ка попробуем да смотрите-ка 10 штук можно загрузить в таких остальных балок сюда сколько они объемом каждая наверное что на склад не имеет смысла их вести 200 литров ни о чем хотя 10 штук поддон типа два куба но на самом деле заколебаешься их возить хотя наверно 10 штук падает вот именно с одного взорванного объекта на самом деле можно на выгрузку его отправить даже по авто драйву чтобы на склад разгрузился и он как бы вернется и разгрузится но друзья пускай ей продает что у нас еще здесь можно много чего есть но устали хотя бы можно вывести этой штукой уже хорошо разгрузку ставим в центр в теории должно сработать ждем пока тогда они выгрузятся вернуться сюда это вообще не камень друзья это галька два литра не в тему девать ее некуда продавать ее невыгодно вести но видимо придется ехать продавать до чтобы блоки точным продаем доски наверно тоже продадим хотя доски эти можно на поддоны пустить вопрос чем их отсюда забрать вообще надо наверно сюда пригнать нашего вот этого товарища оранжевого с бортами вот этого и может быть на него руками все загрузить давай тоже есть тогда на эту фабрику и что у нас тут со стройкой сколько и еще 92 процента уже нормально скоро закончится сама кстати прикольно что склад наверное нам же что же строить надо будет и вот ржака будет если материалов не хватит так товарищ этот у нас вернулся обратно и нифигашеньки он не продал и я даже не хочу знать почему если честно а поэтому давайте ка знаете что мы сделаем я сейчас покатаюсь пособираю всю вот эту сталь сюда в одном место мы сейчас это все сгрузим и с одного места это все будем доставать правильно правильно я кстати знаю почему она не продалась потому что . стоит на пункте продажи дальше чем она уезжает во single blocks залетает вот сюда это хорошо но один прицепчик вот набил давайте тоже в стороночку это все дело сейчас выгрузим я вот тут катаюсь вижу только четыре листа стекла это некрасиво на самом деле все на по 200 литров такое себе ладно давайте сначала блоки добьем блоки вроде бы тоже все собрал а тут кстати стекла намного больше вывалилась непонятно как это работает тут четыре там четыре а в другом прям много ну ладно так кирпичи пускай здесь лежат погнали тоже тогда стекло соберем интересно сколько его влазит вообще на этот прицеп теории это много должно влазить 24 штуки нормально текс мы собрали получается 17 этих листов а 200 литров каждый то есть 3400 число некрасивая как бы без без вопросов так что наверно мы его продать и потому что я знаете ли больше я другой стороны можно два отсюда листа забрать продать и остальные увести кто-нибудь на склад что тоже имеет место быть чем бы и нет так давайте ка мы сейчас тут будет ехать man и мы его перехватим он рядом я его вижу мы сейчас сюда будем чем засыпать один ман он там уехал далеко моего не перехватили но уже ладно бог с ним но кстати может и не понадобится по-хорошему так hard пока не приехал но ладно пойдем грузить чё сможем загрузить гипс гравий у нас есть кстати еще лист стекла но я же говорил до этого что такое может произойти так видимо песок гравий грузим сюда как бы а гравий грузим сюда понятно песок сюда уже не залезет так hard только сюда едет на подъезде тогда и этот man нам понадобится раз мы пошли в тот прицеп загружать гравий не очень хорошо все получилось но ладно сюда мы тогда будем гипс загружать по старинке хотя не знаю почему по старинке но ладно так стой здесь а харда пойдем припаркуем к песку еще как-нибудь по-быстрому это все тоже разрулим во довольно быстро получилось сделать отлично больше пылесосе здесь ничего не надо поэтому этого товарища мы с вами отправляем на базу на парковку давай друг есть паркуйся вроде там на все есть место поэтому ладно пускай все тоже на базу давай тоже есть выгружайся и паркуйся ты друг тоже есть выгружайся и паркуйся я вроде бы они все дорогу найдут не проблема и ты друг тоже есть выгружайся и паркуйся и все будет путем так эти кстати вернулись давайте последнее им загрузим и все мост у нас последний тоже будет достроен. Это классно. Бздынь. Последние балки полетели. Все хорошо. Мы возвращаемся к нашим баранам. Поедем тогда загружать остатки стройматериалов. Пока не знаю, как это все будет происходить. Блин, ну, видимо рукой придется закидывать. Досок сюда можно накидать. Они как бревна. Я на самом деле не удивлюсь, если какой-нибудь прицеп с автопогрузкой бревен будет их нормально ловить. Блин, ну да. Это будет неудобно. И они еще и тонкие. Их хрен с ловишь нормально. Я заколебаюсь их носить. Это прям точно. Ну, что поделать. Что-то здесь как-то... А, они все там. Я подумал, что мало досок. Везде много, а с этой стороны мало. Ну, ладно. Я как-нибудь справлюсь. Хорошо, хоть тут на этой платформе борта есть. Реально просто забор закидываешь и не паришься. В теории. А может быть потом придется и попариться. Например, вот такие ситуации могут быть. Блин, я кнопки просто попутал. И я их бросаю, а не отпускаю. Никита молодец. Я не удивлюсь, если для этих досок есть какая-нибудь приблуда с автопогрузкой. Я занимаюсь ерундой. Но вы же, ребята, уже привыкли, что я занимаюсь ерундой постоянно. Так что все нормально. Блин, а досок-то здесь много. Я бы это, правда, досками не назвал. Это прям балки такие суровые. Как может быть, балка суровая я пока еще не придумал, но в теории такие штуки должны грузиться прицепом с автопогрузкой бревен. Но не точно. Я бы даже сказал, вряд ли. Но я бы делал именно так. Если бы я был мододелом. Причем, ну, нормальным мододелом, а не криворуким. Это, кстати, последнее бревно с этой, с этого здания. Вроде бы все. Но и они тут, кстати, более-менее даже и лежат. Их еще можно и ремнями привязать. Да, заколебаюсь я их собирать сейчас. Зачем я все это делаю? Знаете, друзья, по ощущениям у меня минут 10, наверное, вот это ушло все собрать. И, в общем-то, вот столько досочек у нас получилось. Я их тут, разумеется, не считал. И мы их просто поедем, продадим. Тут рядом как раз есть точка продажи. Ну, почти рядом. А мы сюда это все дело и запихнем. В теории оно должно просто взять и поисчезать здесь. Ну, что-то, да, по одному. Какие-то копейки нам падают. Мне кажется, открыть борта будет проще. Просто их вот отсюда вот так вот поскидывать. Да? Да, в общем-то, это самый эффективный способ. Черт. Вот, черт. Мы не то, чтобы прям разбогатели, конечно. То есть, мы прям точно не разбогатели. Но избавились от мусора. Это уже хорошо. Эй, что ты не продаешься? Доска. Какая-то неправильная доска. Что она не продается? Странное дерьмо. Не продалось. Все равно странное дерьмо. Так, поехали еще съездим за балками. И что у нас там еще? Блоки эти лежат. И погрузить будет чуть-чуть проще. Там, короче, сейчас увидите. А пока сюда едет наш друг, с помощью которого мы будем забирать. Во-первых, надо поехать забрать лист стекла вот этот. Там один лежит, остался. А во-вторых, надо, друзья, этот камень отсюда тоже убрать. Сейчас мы просто в сторонку их отставим. До лучших времен. Вот такой камень бросите вот на листы стекла, и им ничего не будет. Вот это вот хорошее стекло. Так вот, отставляем, в общем-то, в сторонку этого товарища. Давайте поставим склад. И посмотрим, что сюда вообще надо будет везти. Потому что вроде как этот склад надо будет построить. Склады. А склад хранилища металл плюс. А его не надо будет строить. Нет, его надо будет строить. Просто здесь обычно везде, что надо строить, написано, что требуется постройка. А здесь такого не написано. Поэтому я и подумал. Наверное, все три здания взрывать было не обязательно. Хватило бы двух. Ну ладно, расчистили территорию. Может быть здесь будет еще на что-нибудь потом жить. Но два здания надо было сносить. Это вот прям точно. Давайте его вот сюда вот установим. И пойдем посмотрим, что нам надо привести для постройки. ЖБ-блоки, гвозди, ЖБ-барьеры, короче, дохренища всего. 40 кубов цемента, 20 кубов досок, стальных балок 20 кубов, гипсокартон, ЖБ-блоки, брусчатка, ЖБ-барьеры, гвозди, трубы, арматура. И все довольно кривое значение. Или контейнерами это все возить? Ну и с контейнерами то их надо будет потом и обратно увозить. Ладно, это на самом деле сейчас не самое важное. Я думаю, может реально стекло ставить, если у нас его дефицит? С другой стороны, сейчас как бы еще и стекольный завод появился. Может и не дефицит у нас стекла? Хрен разберешь, короче. Так, давай мы тебя оставим здесь. Вот так вот. Ладно, друзья, продаем это все стекло. Не хочу я мучиться. И знаете, каким хитрым способом мы будем перегружать с автопогрузки? Во. Мы же можем выгрузить на сторону. А еще мы этот маркер можем поднимать, если кто-то не знал. Во. Можем его вообще выравнивать, как захотим. Выгружаем. Вот так вот. И бздынь. Стекло ровненько у нас на прицепе. А, блин, ты привязан. Я тебя поднять не могу, камень. А он привязан ремнями. А ремнями у нас тут все привязывается намертво. Вот. Ладно, побыстренько мы перегружаем таким же образом сталь. И что у нас там еще лежит? Не помню. Хотя вообще, кстати, стальные балки. У нас их тут 20 штук по 200 литров. 4 куба. Для постройки нам здесь нужны стальные балки? Нужны. 20 кубов надо. 4 можем привезти, останется 16. Некрасивое число. Давайте отвезем сюда. Что изгаляться-то? Я, друзья, вас обманул. У нас там лежало не 20 штук, а 30. Мы же 3 здания взорвали, из каждого по 10 штук. Поэтому у нас тут уже 6 кубов будет загружено, насколько я понимаю. Да. Остается 14, то есть, ну, 5 поддонов и еще кубик один останется. Ничего страшного. Все равно тут все поддоны будут по-кривому. Ну и, друзья, загружаем тогда, что у нас там еще осталось? Тингл-блокс. Перегружаем их тоже на мана. Вот так вот. И выгружаем. Пойдет. Бздынь готова. Так, этого товарища мы пока оставляем здесь. А вот этого товарища мы тогда отправляем на порт Фитцгеральд, да? Пускай вот это все тоже продает. Порт Фитцгеральд. Давай, погнал. А этот товарищ нам зачем? Здесь нужен? Правильно. Нам нужно еще записать автодрайв на постройку этого самого склада. Но тут, я думаю, будет все довольно просто. Хотя, как тут поддоны возить? Наверное, буду все это контейнерами потом возить. Друзья, я этот склад построю за кадром. Вы миллион раз видели, как тут, что я автодрайв стройки, эти материалы вожу и так далее. Но вы ничего здесь не увидите. Рисуем вот такой вот автодрайв. Делаем склад стройка. Вроде бы уже такая точка была или не была, не помню. Но не суть важна. Все, автодрайв есть. Материалы, если что, смогут сюда возить, уже хорошо. Стройка это не горит, но все равно еще урожаи не скоро созреют. Так что мы цепляем прицеп и... Давай, друг, едь на базу тогда. С тобой, в общем-то, все понятно. Меж тем, кстати, у нас вернулись... Или давайте посмотрим, как у этого дела. Не, ладно, пофиг. У нас вернулись на базу вот эти вот ребятушки. Но нас сейчас больше интересует, конечно же, медный завод. Как у тебя дела с постройкой идут? То есть, вот у нас стройка с обратной стороны была. 4% осталось. Друзья, я думаю, что имеет смысл мотнуть просто время, да и все. Ну, давай, стройся. Че ты остановился, друг, а? Стройся. А че он не строится? Не, все нормально. Все строится. Все путем. Просто что-то как-то это долго было. Меня это смутило. 1% буквально остался. Оп. И все. Все построено. И этот триггер остался висеть, да? Ничего страшного. Мы переместимся в другое место, и он пропадет. А что у нас тут? У нас нихренашеньки не продалось, да? Э, почему? Оно же здесь все должно продаваться. 0 евро за эту самую, за гальку. Ладно, мы сейчас вот так вот бздынь. Блин, что, стекло здесь не продается, кстати, вполне возможно. Может, стекло нас вообще нигде не продается. Стекло. Аловис и Хом Депот. Я понял. Очень зря я его скинул. Но мы можем его закинуть обратно. Минус ЖБ-блоки так-то хорошо было бы, конечно, продать здесь. Поскидывать. Я не удивлюсь, что они должны быть определенной какой-то стороной, чтобы продаваться. Ну, ладно, поскидываем так. По 50 евро, по 49 за кирпич мы за один получаем, за этот. Если это, конечно, можно назвать кирпичом. Я не думал, что я вот таким вот буду сегодня заниматься. Такой вот ерундистикой. Ну, ладно. Вроде как скидывается и скидывается. Черт. Я чуть не рассыпал все стекло. Стекло рассыпать прям точно нельзя. Вообще ни в коем случае. Так, это мы все поскидывали. Осталось у нас что еще на кузове? Осталось. Вроде бы последний. Да? Да. Так. Привязываем все ремнями. Закрываем борта. И ты у нас там на холм-депо, да? На Ловис. Ну, едь тогда на Ловис. А мы тут пока приберемся. У нас тут еще кирпидоны остались, которые не попадали в триггер. Все. Попадали. Хорошо. Так. Так вот, что я говорил, друзья. Нам надо привезти что-нибудь, чтобы запустить этот самый медный завод. А во-первых, нам нужна сюда еще электроэнергия. Электроэнергия мы будем брать с Псего. Вот он. Медный дизайн. Нажимаем начать. В общем-то, она, скорее всего, быстро там передастся целиком. Электроэнергия будет. Также, друзья, нам нужно привезти медный лист, упаковку и поддоны. Вроде как все делается из одного и того же, да? Да. Медный лист, упаковка и поддоны. Я думаю, что упаковки мы привезем, наверное, поддона три. Так. Поедем кататься вот на этом вот товарище, значит. Только ему еще до Ловис надо доехать. Ладно. В любом случае, я его сейчас по автодрайву буду катать. Хотя, с другой стороны, мы сейчас находимся около нашей вот этой вот алковой металл. Можно будет отсюда сразу же забрать медные листы. Насколько я понимаю, медные листы у нас будут тратиться больше всего. Где этот Ловис находится? Три минуты туда еще ехать. Что мы, кстати, можем хранить на этом складе? Алюминиевый лист, медный лист, пластик у нас переработки мусора, стекло, упаковка, свинец. Кстати, что хорошо, можно сюда этот свинец скинуть. И, соответственно, у нас запустится опять производство серебра. А остальные пластины, стальные детали можно сюда будет закинуть. Провода какие-то, медные вот эти вот все штуки. То, что мы сейчас. Фонари здесь какие-то можно... Какие-то, короче, фонари, да. Можно хранить. Радиатор, дисплей, батарея, печатная плата, мотор. Это у нас всякие деталюшки, которые мы тоже еще будем потом производить для всяких других деталюшек. Фонари, друзья. Можно произвести фонари, привести их на завод, на триггер фонаря выгрузить. И там появится подсветочка, потом будет светить. Что, в принципе, довольно прикольно. Можно будет как-нибудь здесь что-нибудь сделать такое. Что у нас? Это ты ловишь, да? Ты ловишь. Все. Не будем изгаляться. Погнали вручную это все выгрузим. Хороший вопрос, куда? Ну, сейчас найдем, не проблема. Во. Я нашел триггер. Черт, стекло попадало. Стекло попродавалось. Хорошо. Черт, какой я быстрый. Две тысячи мы даже получили. Урожай. Урожай стекла. Сдынь. Э, ты что не продаешься? Ну, что оно не продается? Есть у меня теория, почему оно не продается. Ну, ладно. Все. Значит, погнали отсюда. Раз мы здесь заберем поддоны салкоя металл. И поедем дальше тоже забирать везде остальные поддоны, остальные ингредиенты. Подъезжаем к зоне загрузки. Я вот не знаю, сколько нам надо здесь этих самых листов медных. Сколько у нас их есть? 18 кубов. Я думаю, что давайте мы, наверное, толк, я не знаю. Ну, давайте 16 вот заберем. Остальное вот так вот загружаем, до чего не достает. Вот. И поехали тогда на лесопилку. Отправляем его на лесопилку. 10 минут он как раз будет ехать. А на лесопилке нам нужно забрать поддоны. Поддоны с поддонами. Давненько я тут, кстати, не появлялся. Возможно, имеет смысл взять и закинуть еще производство поддонов. Потому что поддоны нужны везде. Они потихоньку тратятся. Я их отсюда увожу. У нас уже доски здесь закончились. Давайте закинем. Сколько их сюда можно закинуть? По-моему, 20 кубов, да? 50 кубов можно закинуть. Ёшкин кот. Ладно, это, друзья, я потом сделаю. Давайте выгрузим, я не знаю, 3 поддона. 4. Пускай будет 4. Этого должно слегка и хватить. Загружаем их тоже на прицепчик. Бздынь. И теперь, друзья, мы едем на мусорный завод наш. Мусороперерабатывающий. Я не знаю, почему я его мусорным называю. Как бы мусорный завод в теории должен производить мусор. Хотя здесь он тоже мусорным называется. Ладно. Ну и вот он наш мусорный завод. Оттуда нам надо забрать упаковку. Вот, кстати, я про фонари то, что говорил. Сюда можно привезти фонарик и появится подсветка у завода. Но это ладно. Сейчас это нам не интересно. То есть, может и интересно, но фонари у нас пока нет. Давайте, друзья, наверное, тоже 4 поддончика с упаковкой мы сделаем. Я сомневаюсь, что ее много будет там расходоваться. Сколько у нас, кстати, потратилось здесь ингредиентов? Мы по 4 куба высыпали. Еще 3,379. Они прям вообще не тратятся. С упаковкой, друзья, проблем быть не должно. Ладно, поехали на медный завод все это дело выгружать. Так, вход у нас, по-моему, с другой стороны. Да, стройка была здесь. А вход с другой стороны. Скорее всего, зона разгрузки будет именно там. Вообще, кстати, красивый заводик, я вам скажу. Мне он прям что-то нравится. Так, давайте посмотрим, что к чему. Откроем двери. Ух ты, тут ЖБ эти самые. ЖБ барьеры стоят. Тут, видимо, будут что-то делать. Разгрузочная зона. Давайте-ка мы откроем, сделаем сквозной проезд, чтобы был. Погрузочная зона, разгрузочная зона, фонари. Ну, поехали в эту самую разгрузочную зону, попробуем там выгрузиться. В теории должно же получиться, правильно? Я других триггеров не вижу. Хотя, обычно такие как раз именно на загрузке стоят. Бзды. Да, пошло оно выгружаться. Все у нас выгружается вот тут. Так, листы вас тоже... Давайте загружайтесь. Поддоны сразу исчезают. Упаковка сразу исчезает. Листы разгружаются. Все прекрасно. Все. Разгрузилась. Давайте-ка залезем в меню, посмотрим, что к чему. В общем-то, все путем. Медного листа двух литров не довезли. Электроэнергия появилась. Ее тут как-то прям не сильно много влазит. Хотя, зачем она здесь нужна, правильно? Здесь вот такое чувство, что, знаете, ручной труд. Электроэнергия нужна только для отопления. Ну да ладно. В общем-то, ребята, этот заводик мы тоже запустили. В следующий раз через пару дней мы с вами встретимся. Посмотрим, что тут произвелось, что не произвелось. Он же запустился, правильно? Да, активно. 1200 литров в час. Делаются у нас все вот эти деталюшки. Посмотрим потом, что к чему. Значит, к следующему разу, друзья, я еще построю склад. И, может быть, даже начну его потихонечку заполнять. В общем-то, будем смотреть, что к чему. О, черт. Вот. Ну и когда у нас созреет наш кофе, мы с вами встретимся и будем продолжать развлекаться в этой прекрасной игрулечке. Ну и, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Кто хочет смотреть ролики заранее, скорее всего, вся карьера уже снята до конца на бусте. Тем, кто там уже поддерживает, ребята, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Лайки, комментарии оставляем, у нас водичка закончилась, но скоро пойдет дождик и водичка опять наполнится. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилэй, всем покаки. А еще нам вот такую вот штуку классную дали.